Всем-всем огромный привет! Хочу показать свои покупки в месяце октябре. Но хочу показать не только покупки, но и подарки, которые нам сделали наши родные, близкие в этом месяце. Очень многие были на югах, где-то отдыхали и привозили нам сувенирчики разные. Я думаю, это будет интересно. Ну и, конечно, косметика. Как же без косметики? Кое-что из уходовых средств я тоже купила. Несмотря на свои большие запасы, все равно хочется иногда себя побаловать тем, на что ручки зачесались. Самый большой подарок по объему, это сделали наши семейные друзья Максимки. Это корабль Орел. Его надо будет собрать. Этот набор идет от 10 с плюсом. На самом деле уже Максимка с папой начали этим делом заниматься. Давайте я вам кое-что покажу внутри. Потому что если у вас есть детки, тем более мальчики, я думаю, это будет интересно. В общем, в набор входят вот такие вот пластиковые паруса. Всякие вот такие мачты. Как это называется, не очень знаю. Это все нужно отделять, отсоединять. Видите, вот так вот сплошными идет линиями. Единственное, что когда это все отсоединяли папа с Максимкой, надо потом затачивать как-то. Ну, чтобы не было резких краев, углов. И, собственно, вот сами детальки уже корабля, они уже его так подпилили, подстругали, чтобы было красиво. Так что уже работа закипела. Вот такого размера будет в итоге этот корабль. Ну, плюс еще мачты. Ну, вот на фоне моих рук видно размер. Ну, интересно. На самом деле интересно. Будут собирать. И на Максимкином канале обязательно покажем, что же у них там получилось. Так, сейчас я это все закрою и поставлю. Вот такой вот корабль Орел будет. Максимка уже тоже показывал на своем канале. Он себе заказывал на Алиэкспресс вот такой нож. Многие его уже увидели у нас в обзорах посылок. Максимка его использует, чтобы открывать посылки. Называется он какой-то зуб. Зуб тигра или зуб дракона. Не помню, если честно. Вот такой вот он интересный. И вариантов было много. Тут были и паутинки, и всякие молнии. И вот как у нас капли. Были бензиновые, как будто такие разливы. Ну, интересный такой вот ножик. Очень симпатичный. Ссылку я не буду оставлять. У Максимки на канале ссылка была. Так, книжные. Мы сейчас книжную тему отдельно не снимаем. Сегодня, кстати, ходили за второй книгой. У нас не получилось. Купить не нашли. Купили Льюиса Кэрролла «Алису в стране чудес». Сейчас мы ее уже дочитываем. Было очень интересно, если честно. Ни разу я не читала «Алису». Она такая популярная, что хотелось узнать, что же это за книга. Если честно, я ее до конца так не поняла. Но книга в любом случае настолько популярна и интересна. Тут картинки есть. Мне они не очень понравились. Если так приглядеться, девочка какая-то не очень симпатичная такая. Но как-то, не знаю, что-то меня не очень впечатлила эта книга. Но сама по себе очень интересная. Ну и популярность у нее какая. А сегодня искали еще одну книгу. Мы хотели Гайдара взять. Тимура и его команда, но не нашли. Максимке и по программе задали. Не хотела я в библиотеку идти. Думала, сами купим и будем читать. Но пока не получилось. Так, Максимка сам себе еще одну покупку сделал. Кстати, ножик это он купил сам себе. Копил деньги и купил еще одну покупку. Которая нужна не только ему, но и мне. Он сказал, мама, будешь у меня в своих роликах пользоваться. Это лупа. Вот такая вот лупа. Она очень симпатичная. И теперь я смогу вам грамотно прочитывать то, что я не видела до этого. Так что у нас теперь в доме есть хорошего размера лупа. Дальше. Книжки мы взяли, закладочки. Потому что книг много. По школе он читает. Очень симпатично. Мне уже больно понравилась вот эта закладка с цветами. Еще очень красивая вот сама, ну сама бумага такая, да. Есть глянцевая, есть матовая. Вот она такая прямо матовая, приятная. И вот Максимке понравилась вот такая с машинкой. Так, теперь сувенирчики, которые нам прислали, тоже покажу. И потом перейду к косметике. Сестра мужа была в городе Керчь и привезла вот такой классный магнитик. Пол кружечки. На самом деле вот такие магниты очень много в южных городах есть. Только разные иллюстрации, разные города написаны. А вот сама заготовка такая вот кружечка, я уже видела не один раз. Но интересный вариант. Также еще один магнит, он уже приехал к нам из Черногории. Это привезли нам наши друзья, которые, Максимке, сделали вот этот подарок. Они каждый год ездят в разные страны. И у нас уже третий магнит. Был один из Израиля, из Нью-Йорка, из Америки и вот из Черногории. Монтенегро, это вот так называется этот Черногории. Очень интересный, классный. Так, давайте я как-нибудь вот так сделаю, чтобы в кадре оставалось. Ну и бабушка Максимкина, то есть моя свекровь, Санапы, в которой я виртуально путешествовала не так давно, привезла Максимке вот такого замечательного лебедя. Он сделан из ракушек. Очень красивый, такой классный. Давайте я его вот сюда поставлю. Надеюсь, вам... Нет, не видно вам, да? Ну давайте вниз. Просто я сейчас буду косметику здесь ставить. И второй корабль уже. Тема корабли у нас не закончена. Она нам вот такой привезла. Я на самом деле очень люблю всякие поделки из ракушек. У меня их много. Макс хотел даже всю эту коллекцию ракушечную показать на своем канале. Если не поленится, то покажет. Я уже не буду на своем. Но интересный кораблик такой, классненький. Мне понравился. Ну, а эту открыточку я поставила. Максимке я дарила. Сейчас такие классные делают открытки. Такие изображения 3D. Хочется прям туда вовнутрь попасть. Вот такая прям замечательная. Ну и давайте все-таки перейдем к косметическим. А, нет, еще кое-что покажу. Еще у меня был вот такой подарок. Вот такие серьги. Я из тех женщин, у которых нету серег колец. Это первые у меня серьги-кольца в моей шкатулочке с бижутерией. Вот такие вот интересные они. Вот так вот. Ну и теперь давайте косметическое. Очень-очень давно я мечтала иметь какие-нибудь средства от Milk Sweets. Именно мне нравится очень дизайн упаковки. Не так давно мне Ксюша, Ксения Станкевич. Ксюша, привет тебе. Прислала вот такой гель. Банановый рай. Он обалденно пахнет, конечно, бананом. Вкусно. И мне его было так жалко трогать, если честно, начинать. Хотя он у меня стоит именно в ванной комнате на самом виду для декорации. Ну и каково было мое восхищение, когда я, знаете, что увидела у нас в магазине. Жалко, что в одном экземпляре. Это вот такой набор. Вот такой набор от Milk Sweets. Он такой позитивный и классный. В него входит гель-крем для душа. Клубничный коктейль. Крем-бальзам для рук и ногтей с экстрактом апельсина, как я люблю. Он такой, неохота мне доставать. Но видно, оранжевый. И вот такой красивый цвет. Тропический рай. Крем-коктейль для тела. В него входит, там видно, кокос и ананас. Но это я вижу, вам не видно. Не знаю, стоит ли открывать. Но если открывать, то мне придется нарушить упаковку. А мне не хочется пока ее нарушать. Потому что, если честно, я его пока подержу так для красоты, наслаждения собственного. Не знаю, оставлю себе или что-то с ним сделаю. Но пока он у меня стоит буквально прямо перед носом. И я наслаждаюсь, глядя на него. В общем, такая, знаете, как есть ароматерапия, а у меня вот такая визуальная терапия. Красиво. Вот я их вот так вот реально поставила и смотрю. Кстати, я вам покажу сейчас, что у меня еще стоит. Тоже вот у меня прямо перед носом. Сейчас я вот сюда вот передвину. Тоже это только-только мне подарила Танюшка Хорошего. Это вот эти вот три геля. Они у меня тоже стоят вот вместе с этим милком свитцем. И наслаждаюсь. Это так вот у меня все вместе и стоит перед носиком. Вот что значит бьюти-блогер. Мы не просто так тут бьюти-каналы создали. Потому что это все приносит огромное-огромное наслаждение. Вот как здесь написано, так оно и есть. Смотрится очень красиво, конечно. Ну и естественно, пользоваться приятно. Ну ладно. Давайте я вам покажу, что я еще купила. Максимка, честно, очень просил Максимка. Говорит, мама, мне нужен личный крем. А тут зимний вариант. Но на самом деле ему понравился очень дизайн вот этого. Вот, как называется, баночки, да? От Нивея крем. Это крем зимний. Но на самом деле я его тоже хотела. Единственное, что мне не нравится, как-то вот эта вот крышка, она прям вот... Ну вот она прям болтается вся. Эту-то я сниму, но хотелось бы поплотнее. Но как зимний вариант, это крем очень хороший. Он увлажняющий и ребенку или там взрослому, вот у меня даже муж такие вот вещи в морозы использует, на лицо, на руки. Срок годности до 2018 года, до конца. И получается вот сейчас 16-й, 17-й, 17-й, 18-й и еще конец 18-й. То есть почти на три зимы нам его хватит. Но, естественно, мы истратим его раньше. Был 75 мл и 150. Максимка выбрал 150, потому что понравилась именно вот эта вот картинка. Будем с огромным удовольствием пользоваться. Это классный крем. Но любовь к круглым баночкам у меня с детства. Кто скакал в классике в детстве, девочки, те поймут меня. Раньше вот такая бита, когда кидаешь. Ну мы поменьше, конечно, их держали. Но вот эта любовь к такому предмету, чтобы держать его в руках, мне осталось с детства. Вот. Классный крем. Сегодня еще кое-что декоративное купила. Я увидела в магнит-косметик от Vivienne Sabo матовую жидкую помаду в 212-м тоне. Но я не буду, вы, наверное, поверите, что здесь написано. Единственное, что у нас в магнит-косметик такой яркий свет, освещение яркое, мне показался светлее тон. А когда пришла домой, достала, говорю, неужели я не тот взяла? Нет, гляжу, 212-й. Дома потемнее. И на губах немножко темновато смотрится. На моих, потому что у меня пигмент губ очень светлый. Вот. Она вот такая вот. Ну, хотела я, конечно, немножечко светлее. Я хотела прямо вот натуральный цвет губ. Вот такой спонж. Так вот, плоско. Вот такая лопаточка. Он гнется. Хорошо рисует. И помада ложится хорошо, без всяких проблем. Ее не чувствуешь на губах. Но через время чуть-чуть она подсушивает. Ну, это, наверное, частое явление у матовых помад. Это, скорее, редкость, когда она не подсушивает. Вот так. Она шла со скидкой 100 рублей, кажется, или 99 рублей. Вот. Вот такая вот помада. Я взяла ее. У меня ни одной помады нет матовой. Я всегда считаю, что мне они не идут. Но хотя бы одна, мне кажется, должна быть. Вот она у меня теперь есть. Не было тестеров. Очень жаль, что не было тестеров. Потому что, если бы была возможность, я бы, конечно, выбрала тот тон, который мне подошел бы ближе. Ну, вот. Взяла такой. Ну, и последнее, что я хотела показать. Просто я вот последние 2-3 дня тут арома говорю. Не арома, а зрительная терапия у меня проходит. И кто-то мне из девочек, когда я мыло показывала, сказали, не помню кто, если честно. Сказали, а ты видела вот это камей, грейпфрукт, как оно выглядит? Я говорю, нет. Ну, посмотри. Вот я посмотрела. Смотрите, оно, правда, какое красивое. Вот такое оно красивое. Оно, девочки, мальчики, оно так пахнет грейпфрутом. Это просто вот можно съесть. Кто-то меня исправил, что мыло невкусное пахнет. Оно имеет запах, а не вкус. То есть, вкусно неправильно говорить. Вкусное. Девочки, это вкусное мыло. По-другому не скажешь. Очень приятный на самом деле аромат. Мыло замечательное. Ну, и сегодня я поглядела, у меня в мыльнице уже остался маленький обмылок. Долго думала, какое мыло я возьму следующее. Но когда я покажу в пустых баночках, вот у меня закончилось такое мыло, мне кажется, мало чего тут будет понятно. А когда я вам скажу в следующий раз в пустых баночках, у меня закончилось вот такое мыло, вы вспомните, что я вам сегодня показывала какое. Вот такой вот милейший спанчбоб сегодня у меня отправляется в мыльницу. Пахнет он очень вкусно, чем-то таким лимонным. Я не знаю, здесь написано. 100 грамм. Так, 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 так. Нет, аромат я не вижу. Очищает, защищает. Ну, вкусно, приятно очень. Пахнет мылом и чем-то вот таким вот, как будто лимончиком. В два раза больше пены обещают. Фигурное мыло, губка-боб, квадратные штаны. Так что, вот такой вот позитивный спанчбоб пойдет в мыльницу. И когда я покажу вам свою пустую шуршащую упаковочку, вам будет больше понятно, что же у меня было. Вот, вот так вот у меня получилось показать покупки, подарки. Мне кажется, вот в форме вот такого влога это интересно, когда и подарки, и покупки, и может быть какие-нибудь болталки дополнительные. Ну, как-то тут и больше всего интереснее. И ощущение, что мы посидели, поболтали, вот поперебирали какие-то вещи, предметы. Ну, мне понравилось, в общем. Напишите, нравится ли вам вот в таком болтательном ключе обо всем понемножку. Или все-таки, если покупки, то покупки. Если подарки, то подарки. И без лишнего, как бы. Ну, я на этом, наверное, буду прощаться. Спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. Ну, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok